всем привет меня зовут ксения вот у меня открытой сделки с прошлого видео то есть это продолжение в моменте когда я рассказывала там интересно очень интересную информацию про то для чего у нас всех трейдеров на ю тубе закрытые группы в этом моменте мне пришла идея снять про лучший индикатор на бинарных опционах так сразу открываю на 3 минутки вверх сделку и как раз у меня не успели закрыться сделки я выключила камеру сразу включила видео новое и как раз рассказать вам про индикатор многие из вас хотят зарабатывать на бинарных опционах многие из вас ищут вот эту вот кнопку бабло ищут вот эту вот волшебную таблетку которая приведет вас к этому заработку и конечно же ваш взгляд может падать на разные индикаторы там rsi там параболик сар скользящие средние что угодно и вам хочется понимать какой индикатор вместо вас вам даст сигнал так вот лучший индикатор который только существует на этой планете это ваша голова то есть лучший индикатор который даст вам правильные сигналы только вот здесь это не скользящие средние это не трендовые индикаторы это ваша голова поверьте поверьте бинарки они достаточно просты вот именно в технической какой-то части они достаточно просты в том чтобы угадать куда пойдет цена и через какое время там она окажется, но они сложны в вашей психологии. И то есть, если вы не можете прийти к доходу на бинарных опционах, все кроется в вашей психологии, все кроется в том, что вы просто не можете взять себя в руки по той причине, либо вы этого не делаете и не пытаетесь сделать, либо просто это не ваша тематика. Да, есть действительно те люди, которым вообще не стоит сюда суваться. Например, сюда не стоит суваться лудоманом. Я лудоман, да, я сунулась, да, у меня этот риск оправдался, но мне было сколько там, 18, например, лет, я не помню. Первый раз я вообще на бинарках там в 10-м, наверное, классе поторговала или сколько. У меня не было ответственности. У большинства из вас есть ответственность, у большинства из вас есть семьи, у большинства из вас есть там жены, мужья, дети и так далее, и вам нужно думать немножечко уже о будущем, вам немножко надо сфокусироваться на обеспечении безопасности, безопасной среды своей семьи, так скажем. Если у вас нет сейчас особо никаких приоритетов, кроме заработка, да, прикольно, вы можете себе позволить рисковать, иногда себя не удержать в руках. Если у вас приоритетная цель это создание безопасной атмосферы вокруг, в этом случае вы не можете себе позволить какие-то шалости на БО. То есть вам нужно действовать по четкому алгоритму. Так, понятно все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, это догон. То есть я высчитала сейчас сумму догона. Ой, как страшно. Я открылась сейчас на пробитие. То есть пока я с вами разговариваю, вот у меня сделки от зоны поддержки были открыты, что цена еще пойдет вверх. Но если смотреть по микродвижениям, как будто бы кажется, что цена пойдет дальше пробивать. Но опять же, здесь у нас есть диагональный уровень сопротивления, плюс это OTC. Вот. И цена, в принципе, она может еще скакануть к этому уровню. Но здесь все как повезет. Времени, наверное, я маловато взяла. Будем наблюдать. Это очень круто, это очень классная возможность зарабатывать. То есть нажать там пару кнопочек из любой точки мира и при этом иметь доход. Классно, круто, интересно. Да. Но вы же должны понимать, что это все несет за собой какую-то ответственность. И это ответственность, которая у вас должна быть в голове. То есть ответственность за свои чувства, за свои эмоции. Ответственность за свой депозит. Ваша ответственность. Даже если вы открываетесь по чьим-то сигналам, это все равно остается вашей ответственностью. Потому что вы принимаете решение открыться по чему-то сигналу. И поэтому, что вам надо сделать, чтобы зарабатывать? Во-первых, во-первых, вам надо иметь свою беспроигрышную стратегию. У нас олын. Вот. Первое, что иметь свою беспроигрышную стратегию. Все на самом деле очень просто. У вас есть несколько пунктов, по которым вы должны ее составить. Если у вас абсолютно нет понимания, как это сделать, могу пригласить вас в свою команду, где у меня есть прям вот мини-курс из трех видео, где я рассказываю про беспроигрышную стратегию для новичков. Следующее, что вам надо сделать, если у вас стратегия уже появилась. Так, посмотрите, у нас здесь третье касание уровня сопротивления. После того, как у вас появилась стратегия, вы должны ее протестировать на демо-счете и прямо наблюдая за своими эмоциями, прямо наблюдая за тем, что вы испытываете. То есть вы должны прийти к тому, чтобы вообще не испытывать никаких эмоций. Хладнокровно идти по этим шагам. Если вы еще даже на демо-счете чувствуете, что что-то не так, практикуйте еще. Возможно, вам придется уменьшить там плечо-депозит. Блин, не плечо-тело. Я, честно говоря, просто сейчас в сделке мыслями нахожусь, поэтому я немножко запуталась. Вот, кстати, вы должны быть сфокусированы. В момент, когда вы торгуете по своей стратегии, вы не должны на что-либо отвлекаться. Блин, классно же вот поторговала. Вот как раз в прошлом видео сделки, которые вот завершились, осталось, в принципе, для депозита в хорошем плюсе. И вот вот это, например, ситуации, которые 100% вас приведут к сливу. Если вы будете повторять что-то подобное, 100% вы потеряете все свои деньги, возможно, даже больше. Возможно, вы еще возьмете долги и потеряете. Для того, чтобы стабильно, стабильно каждый день зарабатывать, не единоразово, там, о, затащили какую-нибудь сделку ва-банком, а стабильно, вы должны действовать по системе. Просто по шагам, по системе. В день, например, зарабатываете 5 долларов, там кто-то 50 долларов, остановились. Ой-ой-ой, как нервничаю. Так, я вам сказала иметь свою стратегию, когда есть стратегия, протестили ее на демо, начали наблюдать за собой, обрели самообладание и все, работаете на дистанцию. Только помните, если вы нарушаете хоть один пункт из своей стратегии, по которой вы шагаете, тот алгоритм, вот маленькое вообще нарушение, там, из-за разрада вместо 5 долларов открылись на 6, все. Считайте это прогресс, считайте это слив, потому что в том случае, если вы не можете просто придерживаться правила, что не нарушать стратегия, в этом случае на бинарках делать нечего. Для того, чтобы зарабатывать, все должно быть структурировано, все должно быть по шагам. Ой-ой-ой. Давай вниз, 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 вниз. Давай, 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 мы контент снимаем. Мясо, мясорубка. Какой спектр эмоций я испытываю просто практически с каждой сделкой, вы бы знали. Хотя, скорее всего, вы знаете. У вас может быть сделка на 1 доллар быть открытой, и вы можете испытывать такие же эмоции, как я, открывшись там на 100 долларов. Блин, ну это круто. Это такие эмоциональные качели. Вообще, вот зачем жить сабьюзерами? Можно просто торговать на бинарках вообще. Вниз, вниз, вниз. Так, у нас здесь две минуты остается. Но вот в эти сделки я еще верю. До этих доскачет, если чудо произойдет. На 2 доллара. Ой, высоковато. All in, так call in. Здесь минута 50. И получается, минута 50 это еще примерно полторы свечи. Если смотреть по этим ситуациям, у нас две свечи. В принципе, есть шанс, есть. Если по анализу смотреть. Если бы это был не рынок отиси, то да. А так сейчас понаблюдаем. Если вот эта свеча сейчас будет красненькая, то прикольно. Так. И если следующая будет красная, то она может дотянет даже до вот сюда. Хотя что-то тут у нас не складывается. Но в любом случае, я вам показываю всегда такую дичь. Я вам показываю, как я сливаю. Я вам показываю, как я зарабатываю. Я вам рассказываю о своих реальных результатах. И это не стрёмно. Это не стрёмно слить. Нет. Стрёмно, если вы сольете, нарушая правила. Стрёмно. То есть, если взять со стороны той теории, которую я вам сейчас даю, стрёмно показать вам такую ситуацию вот в реале. Ну, я, знаете, типа, как учитель, который показывает, как делать не надо. Вот. Но то, что вы сливаете, если вы действуете по стратегии, абсолютно не стрёмно. Все сливают. Все вообще. Все, кто торгует, все сливают. Если вам кто-то говорит, что он никогда не сливает, этот человек вас обманывает. Вот. Я сливаю и показываю. И бывают у меня сигналы не очень в закрытой группе. Поэтому я сделала акцию, что я возвращаю человеку деньги, если человек слил по моим сигналам. Ну, короче, ладно. Давайте просто зафиксируем это, как слив депозита. Я не думаю, что сейчас за 50 секунд куда-то скаканется на... Вот. В целом, я надеюсь, что для вас информация, которую я сегодня дала, действительно ценна. А, вы же скажете, блин, вот ты, типа, все сливаешь да сливаешь. Смотрите, у меня есть сейф. И сюда, в принципе, я прибыль скидываю, чтобы не слить в таких ситуациях, вот, которая была сейчас, весь депозит. И, то есть, теперь я, наверное, 1454 доллара вытащу туда и буду, ну, торговать нормально. То есть, у меня там была приколюха с разгоном и так далее. Да ладно, может, что-то дотянется еще. Вот. И у меня вот такой секретик, что я просто держу все эти деньги, чтобы их просто не слить. Ничего не дотянулось, осталась одна сделка на 2 доллара. Да ладно, черт с ней, так скажем. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока-пока. Продолжение следует...